Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий под видео. Почетный председатель ДПМ также считает, что Игорь Дадон не уходит далеко от ПСРМ. По его словам, бывший президент Молдовы остается значимым лицом в партии и будет участвовать в принятии важных решений внутри политформирования. Напомним, Дадон объявил о том, что уходит с поста председателя ПСРМ, а также сложил с себя депутатские полномочия, заявив, что он может быть более эффективен на других должностях. Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента. Не вижу смысла находиться в этом парламенте. Я думаю, что могу эффективно пополнять другие функции. Запрос по этому поводу будет направлен в секретариат парламента в ближайшие дни, заявил Дадон. Как написал популярный телеграмм по хорошему всему блоку БКС, тоже можно по этой же логике мандаты поскладывать. Работать в нынешнем парламенте они все равно не смогут. Бесконечно бойкотировать тоже не вариант. Да и парламентское большинство одной партии прекрасно обойдется без 35 пустующих кресел. Отметим, что, как пишет политобозреватель Андреевский, ситуация для Дадона усугубилась после поражения Дадона на выборах президента. Стремясь не потерять поддержку Кремля, Дадон не придумал ничего лучшего, чем, пользуясь пока имеющимся большинством в парламенте, принять ряд законов, которые были восприняты в Молдове как антизападные и пророссийские. Это заставило ЕС и США окончательно поставить крест на Дадоне, а также оттолкнуло от него значительную часть граждан Молдовы, которые не поняли, зачем ссориться с коллективным Западом. К тому же Конституционный суд некоторые из принятых в спешке законов отменил. Кстати, болтливость Дадона и его хвостовство влиянием на переседателя Конституционного суда Цуркана привели к отставке того, что в конечном итоге означало потерю возможности хоть как-то влиять на решение органа. Затем ПСРМ, ведомая уже экс-президентом Дадоном, бесславно проигрывает выборы в парламент и с июля 21-го полностью переходит в оппозицию. Количество депутатов, созданного накануне выборов блока коммунистов и социалистов, даже если он будет поддержан небольшой фракцией партии ШОР, явно недостаточно, чтобы оказывать серьезное влияние на политические процессы в Молдове. Давайте разберемся, может ли Дадон вернуть партии ведущую роль. По моему мнению, нет. Подобная ситуация была у партии коммунистов в 2010-м. Проигрыш коммунистов на выборах в 2009 году, история с семейным бизнесом Воронина, догматизм партии явно тянули по КРМ вниз и закрывали любые перспективы. Тогда мною был написан ряд материалов, в которых предлагалось провести санацию партии, поменять лидера, изменить название. Рассматривался вариант формирования на выборы в парламент блока коммунистов, социалистов и социал-демократов под общим названием Пентру Молдова. Впоследствии предполагалось, что на этой базе сформируется новая партия, которая выберет лидера голосами всех членов партии. Воронин этот проект не поддержал, результат известен. Также ситуация сегодня у партии социалистов. Пока Дадон лидер партии, у нее нет перспективы. Кулечная история оказалась очень тяжелым грозом, и рано или поздно утянет социалистов на дно, откуда подняться будет невозможно. В последнее время к ней прибавляются другие истории, это тянет минимум. На начало уголовного расследования и задержания Дадона. Максимум на посадку на длительный срок. И надо признать, что в обществе это не вызвало особого протеста. В общем, как сказал один мыслитель, опыт истории учит, что он ничему не учит. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok